всем приветики меня зовут аня и вы на канале юэсанна и сегодня хочу затрогнуть такую тему я буквально вчера у нас сегодня у нас 27 число 27 марта 26 марта я в общем я зашла на свой канал ну вот на этот я на нем давно не появлялась вообще и выложила видео о переезде и пролистала ленту посмотрела что там битва блогеров идет практически я просмотрела на самом деле я просто посмотрела марину иванову до италии я ее это наверно один из немногих блогеров которых я смотрю до сих пор то есть я то не смотрю то прям захлеб пересматриваю ее видео она конечно специфическая но не знаю мне как-то заходит по настроению вот я посмотрела что там короче какие-то разборки между блогерами пошла я к наташа фалкона зашла послушала ее и насколько я поняла ситуация там ну их не старые проблемы это мы трогать не будем и проблема была в том что в общем спор у них там возник по моему на фоне того что америка не вся такая идеальная белые пушистые все кто ждет с распростертыми руками и и всем все дают как бы на подносе приносят да и я расскажу свой опыт почему я вообще снимаю это видео потому что я тот человек который в свое время очень много смотрел и флориду ялту и то есть будучи находясь в россии я смотрела в основном видео мне кажется этом километры и роликов пересмотрела я уже где-то давно говорила что я смотрела потому что это была красивая картинка это действительно через розовые очки ты смотришь москве слякотно грязно все в общем такое мерзкое противное серое и тут такая флорида ялта который все ярко все сочная на себя на позитиве и жизнь прекрасные удивительные знаете она она заряжала она реально заряжала своим вот этим вот позитивом и от нее наверное я загорелась что мне нужна америка что я хочу в америка вот я также смотрела а михаила под портного я смотрела ребят если не вспомню из флориды дима шишкин нет шишкин наверное я а я ошибаюсь ой я извиняюсь если ошиблась слава 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 не помню слава я не помню фамилию и кого я еще смотрела юра тогда был индиана ну то есть как бы я собирала информацию с разных сторон что хорошо что плохо то есть я не я не прямо была такая захлеб только флориду ялта я не смотрела в захлебную неразумно да полагаться на мнение одного человека и вестись только на его мнение что все так хорошо и прекрасно конечно при подготовке в америку возникали там какие-то вопросы и все мы понимали что это не так все просто переехал и все тебе но именно вот эти у розовые очки которые одевает флориды ялта я думаю что на многих она одевает эти очки они снимаются здесь очень очень быстро вот именно поэтому я снимаю это видео я не скажу что там кто-то прав и кто-то виноват дата в конфликте да просто америку каждый видит по-разному она для кого-то действительно вся такая розовая и классная на самом деле просто когда ты едешь по браку это одно и браки тоже бывают разные ситуации бывают разные денежные положения разные у всех все по разному я думаю что даже сама флориду ялта она также сталкивалась с самого начала с определенными трудностями которые проходят все абсолютно все вот и просто она этот негатив наверно убирает от себя и не показывает его дабы и не я не знаю но вообще это введение людей в заблуждение на самом деле преподнося информацию однобоко не все так однобоко и здесь я соглашусь с наташей фалкона что америка она тебя погоняет по шпиняет по полной программе она вытрясет из тебя все что можно и америка из вас вытрясет все не только в плане средств денежных да на вам нервы потребит по полной программе и и те кто выдерживают это поверьте со временем все становится конечно хорошо не бывает у всех что все плохо но если человек стремится к лучшему да и через это проходят все в америке я думаю что никто не даст соврать те кто находится здесь что это такой период когда его нужно просто пережить ты понимаешь что все конец ты отчаиваешься ты думаешь нет мне ничего не получится но если ты вот этот период переходишь что америка очень благодарная страна то есть если она тебя испытала на прочность то она тебе потом даст много всего мне кажется надо снять видео такое знаете там может быть пять или десять причин по которым стоит переехать в америку вообще и это действительно такие серьезный факт ну в общем не об этом сейчас да и суть такая что люди те кто собираются в америку не одевайте на себя розовые очки не одевается конечно все хотят и настраиваются на позитив но будьте разумными будьте готовьтесь короче ко всему плохому придется работать неизвестно где неизвестно как придется выживать и знаете есть такое выражение наверное да не очаровывайтесь в людях чтобы не разочароваться и вот здесь наверно применима такая же ситуация не очаровывайтесь америку дабы не разочароваться вот и по поводу того что здесь все подается тебе на блюдце с золотой каемочкой и и ты вообще не будешь париться не так это все и да здесь огромное количество всяких программ которые помогают в трудной ситуации огромное количество наших людей которые этим пользуются просто просто нельзя этим пользоваться просто так но такой видимо менталитет у нашего народа что пользуются и я считаю это минус в том плане то есть если едешь в америку ты пожалуйста постарайся обеспечить себя просто обеспечить себя дабы не сидеть у государства на шее мы ехали с такой политикой мы ее до сих пор придерживаемся хотя огромное количество людей которые просто зарабатывая деньги где-то нелегально они пользуются всеми социальными благами и наверное это не есть хорошо все таки потому что если люди оказываются в плохой ситуации да и то есть им действительно нужна помощь что бывает такое что блин люди халявщики получают все очень быстро и берут от жизни все а тем кому реально нужна помощь они оказываются в трудной ситуации им приходится доказывать что ты короче действительно нуждаешься и знаете буквально вот недавно на фейсбуке была такая ситуация информация то есть я человек который на фейсбуке там в russian mixer есть группа такая редко вообще что-то комментирует но это знаете из ряда вон уже было информация такого плана в общем какие-то беженцы приехали изначально там и два-три месяца они там просили то одеяла то одежду там детям велосипеды надо то еще что-то а у нас как бы все равно сообщество такое что ну блин никто тебя не оставит в беде на самом деле если ты попросишь помощи ее обязательно окажут даже вот русскоговорящий напиши в группу что ты нуждаешься я думаю что тебе в любом случае помогут но прошло время я не знаю может быть месяца три и вылезает такой пост что типа они могли бы вы приютить короче беженца то есть мало того что вы короче нас покормить и оденьте а будьте дайте нам кучу развлечений всяких там для детей так вы нас еще короче к себе подселите а законодательство такое что ты потом если люди с детьми ты их хрен выселишь вот то есть это такая уже сверх наглость но и там значит доказательство такое что в общем они там будучи сейчас без разрешения на работу не могут работать и знаете обидно обидно тем кто а действительно и подал на политику да и вообще со стороны и люди смотрят и все приезжают очень много едет по политике все в сложную ситуацию попадают едут с маленьким количеством денег с огромным количеством детей в общем ситуации у всех вообще разный и правильно там написали что вот если бы сильно приперло если бы изначально не помогали то уже вы дошлись давно пути решения проблемы как прокормить свою семью а это люди просто приехали вот чисто нахлебли и нахлебники которые вот насмотревшись как флорида ялта что здесь все подается они вот так и приехали с таким настроем что вы нам короче все дайте вы нас еще и поселите приютите вот а вот такие вот все классные беженцы мы бежали и непонятно от чего бежали и ситуации они не описывают и ничего не этот сам откуда даже бежали неизвестно и все конечно возмутились там те кто но те кто по политике я думаю все поймут все пашут как папа карло блин и с утра до ночи будем да как быть честными если вот сезон более-менее нормального час летом начнется я вам могу сказать у меня муж за две недели нет не за две недели за неделю в неделю он отрабатывает 50-60 часов да да где-то так 120 до это вот в таком вот пределе то есть если есть работа я думаю что так многие работают многие потому что ценник аховый зарплаты невысокие ты просто когда на часах ты работаешь ну с утра до ночи чтобы просто вот на этих часах заработать заработать себе зарплату нормальную да чтобы себя прокормить ну вот и когда вот люди пашут знаете там по 12 по 14 часов в день и они видят вот такие посты вот хочешь не хочешь а ты уже озлоблен на этот людей по сути да вот все пашут а а ты такой вот один приехал распрекрасный и тебе все по дате ну вот наверное такие люди смотрят в ялту и и видите они пришлось перебраться мне в машину сел у меня телефон уже по-быстрому сейчас закончу и наглость этих людей она просто переходит все грани мне кажется дозволенного и ну это насколько надо быть бессовестным человеком чтобы постоянно что-то попрошайничать я не знаю то ли в силу воспитания то ли еще в силу чего мне всегда казалось что наш народ он никогда до такого не опустится это наверное это одна самая низкая но одно из самых низких на что вот можно опуститься это вот в моем понятии да то есть если тебе реально плохо если у тебя там реально какие-то проблемы окей ладно но когда это постоянно регулярно и ты понимаешь что просто просто вот такие люди да не знаю мне кажется это это не нормально каждый человек как я думаю он будет до последнего сам стараться и делать все чтобы чтобы не опуститься настолько вот так наверное скажу и да здесь есть помощь то есть если вы оказались сложной ситуации реально просто пишите в ваших городах сто процентов есть русские напишите в русскоговорящей группы если не знаете английского что вам плохо вы нуждаетесь если вам действительно плохо и вы нуждаетесь потом вы всегда можете зайти в любую церковь вообще абсолютно любую церковь в америке и даже на я не знаю на каких-то минимальных словах объяснить что вы там голодны что вы остались на улице и церковь вам поможет она подскажет куда вам обратиться но не стоит приезжать и садиться на шею ни друзьям ни знакомым ни Америке самой на шею она щедрая страна но не надо этим пользоваться просто так и сложно просто знаете что здесь все сложно и Америка вам вытрепит нервы по полной программе в самом начале вы отдадите все и вы будете мечтать о том чтобы вы вернулись домой и чтобы у вас была такая возможность поехать ну возможность есть у всех просто да нужно как бы рассуждать разумно но вы будете мечтать вернуться домой потому что будет очень очень тяжело так что на этом наверное буду я заканчивать это видео и я не знаю сколько там человек посмотрит это видео но пусть даже минимальное количество просто будет знать что не все так просто и в розовых очках сюда ехать не стоит вон мои тоже уже наигрались идут в машину вот ставьте лайки пишите комментарии и всем пока пока